Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто еще будет потягиваться? Наверное, все. Все будет хорошо. Давайте сразу вторую штуку. По белому масштабу тревогу. Называется руку. Ту, которая здесь. Функционной части будет совсем немного. Мне кажется, интереснее и полезнее будет поделать разный транс. Сначала учебу другую часть, а потом будет практиковаться. Я иногда буду сильно магно наставить вас спрашивать, по какому партнературу. Конечно, если хотите, можете мне говорить. Но мы заранее писали и договорились, что все, что будет на записи, оно корреклется до момента, когда мы с вами живем. Как мы беседуем. Ну и плюс, если у вас появится момент, что Никита, что это кто-то узнал, то расскажите. Все. Да. Мы вас уберем. Окей. Давайте начнем. Сочинение. Скажите. Так как я психологическотерапевтный мужский завод. И с 20-го года, наверное, с каждым первым клиентом я работаю. Все равно потрат в тревоге. Чаще всего это тревог по поводу дорогого профессионального среда денег. И в конце 20-25 тревог по поводу отношений. В принципе, совсем не для этого. Скажите, вот если сегодня связано с тревогой, со стрессом, какая у вас есть цель, то чего вам хотелось в конце нашей жизни, если вы не участвовали, чтобы что-нибудь результате получить? Уметь расслабляться. Уметь справиться с тревогой, избежать эффекта замирания, и не продолжать так же эффективно работать, как работал, потому что началась тревога. Ага, чтобы тревога мешала эффективность и эффективность работы. Да. Какие-то практики, техники. Да. Вот если тревога там, это там кто-то про то-то сделал, на каком тревоге нет. Волшебный инобъект. Ага. А что мы ждем? Почему старше? В моем модели, как понимать, что я работаю, я сам дико тревожный чувак. В какой-то момент, когда тревожное расстройство дошло, потом я решил, что я психолог, в конце концов, надо бы с собой работать. То есть вот, например, когда ты озвучиваешь историю продолжения, просто справляться с тревогой. Устал себя. А что это помогает? Ну, не знаю. Ну, я так понимаю, тревога это что-то такое плохое, когда я так переживаю, обаясь почему-то. И вот мне надо от этого как-то избавиться. И тревога, она же придет и здоровье, и продуктивность. Не переживай. Можно зацелять работу. Ты тревожишься. Надо делать очень обдуманных поступков, потому что, если бы потом ты у нас оставшаяся жизнь, надо бы жалеть. Не сортишь в себе отношения, которые у нас в закродке миг, иди сюда. Не помнишь в себе отношения. И это, наверное, плохо, слава тебе. На всех, кто отбавшись. Все живы. Ну, можно перестать? Да. Ну, вот это, сейчас как-то рассказывают. Окей, если она будет? Ты сейчас рассказала, часть техники, которая, например, не сумма будет, такой далекой перспективы, как вообще ужасно. Все будет окей. Что с ним шумило. Можно же, допустим, как вы сказали, что если ты сегодня хочешь тревог. Я, мама, ребенка. Я наружусь на работе, и я тревожусь за свое ребенок. Соответственно, я стараюсь сделать все быстрее. И, соответственно, для нее стимул, чтобы оказаться ближе к ребенку. То есть, это стимул. Это значит, не плохо. Это, наоборот, у тебя продуктивность в работе. Это все, мне кажется, зависит от индивидуума. А если вдруг человек пессимист, он думает, о боже мой, и ничего не делает. То есть, кому-то это стимул, а кому-то, наоборот, репресс. Сейчас специально приходит. А что тебе хотелось в результате нашего сего? Ну, инструменты. Инструменты. Еще у меня вопрос. Причинающий психолог и психотерапевт, по моему мнению, до нашей встречи, были разные понятия. То есть, одно – это медицинские специалисты, а второе – это не медицинские специалисты. Я ошибалась? Ну, что-то есть. Короче. Во-первых, в России на Западе это сильно по-разному. Во-вторых, формально, с точки зрения закона, я не могу называться психотерапевтом. Поэтому я сейчас надеюсь, представлю, не медицинские специалисты. А, все. Вывести это в короткое отступление, то, по сути, если называться только психологом, выполнять функции, только психологом, кто когда-то пришла, кто-то когда-то пришел, мы с вами поговорили о том, что происходит. Я дал вам какой-нибудь тест, мы потом его прорекретировали, и я вам дал какие-то упражнения. Все. Без таблеток. То есть и без таблеток, и без терапевтического вмешательства в плане техник, практик, которые мы делаем прямо в режиме онлайн. Мы уже с тобой. То есть ты такой, но консультант. И такой таблеток. То, ну, да, кто-то еще, кто-то четверг хотит. Представьте себя не получить. Чтобы не получалось нам с историей, чтобы нас никому не спутить. Я не знаю. А еще, кстати, можно получить в конце встречи умение помочь близким. То есть когда ты проанализировал что-то, человеку что-то не правильно. Самые близкие люди, я тоже помогу. Тоже нравится. Окей. Еще, наверное, визитку куда-то идти. У меня божественная презентация. У меня всего два слайда. После этого будет просто QR-код контактоза. Все. Ладно, давайте тогда... Спасибо. Поделились. И все вопросы, которые у меня за вами оставляли, какие-то записательные. То есть все это скидывание есть. Если на что-то. В процессе не ответить. На целях ответить на все. Да, у меня есть. У нас 5-7 точных вопросов. Индивидуально останется. Так, давайте. А вопрос другого. Надо общих слов. Во-первых, его вызов, мне кажется, банальным. Потому что все это знают. Но одна из самых больших проблем, связанных с тревогой, восприятием, 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 переживанием, это то, что он сразу держит силы. Тревога – это плохо. Тревога – это правильно. Тревога, как другие эмоции. Не зря он это называет. Негативные, позитивные. И негативные сразу с немножечко. Не плохое. Это не какая-то практика. Мы предлагаем, хотя бы в рамках сегодняшних, в наших беседах, допустить мысль, что тревога – это не неплохо, не хорошо, а просто нет. Просто как право. И сразу спорим на вопрос. Тревога и страх – вы для себя это как-то различаете или нет? Или я все равно хочу? Ну, тут я, наверное, в основном не могу сказать. Тревога – это страх. Тревога – это страх. Тревога – это состояние страха. Стартовой. Ага. То есть по тревогам. То есть начинается, потом предоставить страх. А беспокойство, тревога. Да, там тревога, страх, паника. Может быть всегда. Паник, родные. Страх, то видишь, что человек – это неприятный. Стартовой. Да. То есть для начала, допустим, что тревога – это все окей. И стоит только сразу разбирать, что человек тревога после этого отличается от страха. И почему с самой по себе тревогой, ну, я вообще ничего не делаю, потому что с тобой это не понимает. Но и сделать сегодня очень невозможно, потому что она не оккупирована. Главная фишка тревоги. В чем тут? В том, что у вас есть я сейчас, и есть какие-то прошлые и будущие. Если у меня получается быть буддийским манатом и находиться всегда сейчас, я не буду тревогаться. Вот это прямо фризис, который можно поставить точку. Тревога, в подавляющем большинстве случаев, она связана с неопределенностью какой-то будущей. То есть тревога у нас на 80%. А тревога – это кроме будущей. Мы сейчас, может, я в группу скажу про себя, есть ли кто-то, кто тревожится за какие-то события. Тревоги более мутные, которые возникают по поводу прошлого из-за чего. Тревоги более мутные по поводу прошлого из-за чего. Из-за каких-то событий, которые случилось, в пятом классе я вышел на доске и громко пухнул. После этого мне было стыдно. И вот я как раз у меня ситуацию и тревоги, чтобы она все равно неизвестно. Помимо представлений о будущем каких-то неопределённых. Прошлая тревога связана с нереалистичной интерпретацией. Чужие цены. Тот же самый квадратный пункт про группу, двух которые уже 25 тысяч дюймов. Мне кажется, что это малюска событие, оно как-то глобально влияло на мою жизнь, отношение к другим, отношение ко мне. И я, в силу своей голове, раздуваю эту ситуацию. И она начинает менять на сегодняшний день. Это вот если концептуально, то, конечно. В соответствии с тем, почему сейчас мы будем? Если я ориентируюсь на то, что со мной происходит сейчас в окружении, интересно, эмоционально, если я думаю о том, что я стою и с вами разговариваю, при этом я не нагружаю в себе голову, если о том, что длинно, а может, у меня ботинки сильно длинные, а может, я чокаю или вообще грудью профессионально. То есть, когда появляются такие мысли, они меня уносят туда до следующего момента, и от этого у меня взаимодействует. То сейчас, ну, это такой, да, вот, ну, не зря многие говорят, что современная психология психотерапевт, она целиком полностью построена в других книгах, в которых я буквально стою, и все, что со мной происходит, это все, что мне происходит в голове быстро, это размышление о том, что я сейчас говорю, вот это, я сейчас смотрю на тебя, у меня сейчас заказы берет рука. Все. Второй фуаринг контекстуальный момент, очень схематичный, который как раз уже помогает переходить к картине работы с тревоги, это условное разделение тревоги на компоненты, как она у нас появляется. Есть? Есть. Типа изменяйте, потому что, если ему было, это уже означало. Главное, не беременность, когда ему было. Нормально. Если вы мучите вложиться, ничего страшного? Вам же нет. Ой, нужно в состоянии, чтобы легче раскрыться. Любая ремонт всегда, в случае тревоги, тоже есть места, к которым мы перейдем. Они у нас приезжают в мыслях, непосредственно эмоциональных, в первом всех чувствах, которые мы так называем, в субъективном слове тревоги, и телесные ощущения. Практики, которые буду давать как раз, чтобы наибольшего числу из вас запись, кому-то проще работать с тревогой через мысли, кому-то проще через тело, кому-то проще индивидуально через эмоции. Попробуй праздновать. В чем главный затык, даже если это получилось для этого разведения понятия? В любом случае всегда когда со мной происходит тревога, даже если мне кажется, что у меня нет мысли с ней связаны, они все равно есть. у меня есть мысль. Это так называемые атоматические мысли. Они называются атоматические мысли, потому что я это буквально могу не замечать. Например, у меня какая-то есть мысль, когда я выхожу из двора и я вижу, что при тык к моей машине кто-то стоит. поцарапали. И все. Я не заметил, но я уже хожу подгоняющий. Самое забавное, что вот эта мысль про то, что мы поцарапали, она может у меня остаться уже после того, как я прошу. И все нормально. Это полима. Это полима. Они живут мысли. А второе важное компонент это интересные ощущения. В чем вы чувствуете у тебя отхожесть? У меня как-то. У тебя такие. У тебя это как? У меня хватит. У тебя потерять, там брелы, нож, коллектор, баттны, ну, сама вот, форма тела, как-то с водорожием по крайнейшей цене. У меня хватит. по меньшему месту занимать, да, у меня без фактики работают. А вот, отачки начинают. В каком бы городе проб? У меня наоборот присыхают? Или У меня хочется в стоять? Стой ... И фишка, в чём это сейчас будет немножко такой эффект, то яркие проявления требований, какой-то бонистик атак. Может происходить такая шутка, что однажды что-то из прошлого, либо какую-то идею, я на себя запрессировал, как очень страшно, что придёт такая жопа, напугался, что кожа захотела в туалет и всё прочее, и моё тело запомнило, что когда у меня с телом происходит вот так, это значит, что произойдёт обязательно какая-то жопа. И в следующий раз очень нелогичным, абсолютно дебильным и рациональным образом может произойти так, что я начинаю ходить в туалет, и у меня автоматически вращаются те тревожающие мысли, и я погружаюсь в состояние гипотреводии. Это про вопросы, которые я задаю про то, что рационально очень тревожные, скамчивая тревожность. То есть эта штука работает в одну сторону. И мысли могут называть тревогу, и соответствующие телесные ощущения могут давать сигнал мозгу о том, что есть эмоции или что. Всё вместе. Цеперные желания. Я пойду. Далее. Разделение весьма успоко. Понятно, что эти ценности много. Но для того, чтобы разобраться со своей тревогой, можно посмотреть вот так. То есть универсальная практика, которую можно для себя делать. Окей. Мне сейчас кажется, что я тревожный. Что я при этом думаю, что я при этом чувствую. А тревога – это как бы состояние. Да. 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 Оно в любом случае у всех есть все эти компоненты, но кто-то больше или меньше отращает внимание на это. То есть кто-то будет помощь в своей голове. Название «головайцев», которые ходят и крутят, 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 крутят. А что-то сейчас в теле чуть лучше. Всего нет. Может быть, кто-то таков. И еще теоретически, концептуально. Наверное, достаточно. Вот. Поработаем с инвестиционным компонентом. Что что-то делать, чтобы национально себя будет спокойной. И в моменте, и на будущее. И с телесным. Интересно. Сейчас я быстро кого-то про тревогу рассказал. Но если есть вопросы, то быстро спросите. Чтобы непонимание осталось. Если нет, то пойдем дальше. Пойдем дальше. Правда. Отматывать сразу, потому что я спрашиваю про тревогу и страх. Чтобы это было живо. Если не найдется, то я придумаю, на самом деле. Если кто-то, кому кажется, что у него есть какая-то ситуация, тревога и он вообще не понимает. Отчетливо. И рационально, не обоснованно. Но почему-то постоянно проработать. Не знаю. Проработать. 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 Вообще. Голос за возрац CHAP. А ты короткий проблем. Все можешь нормально сделать. Но ты тревожишь. То есть тревога когда, когда многоеanse в револте? Тревога тогда появляется новых. Или когда ты узнаешь, что у тебя вас πα 안 5 лет? Но ведь. Это от меня зависит. Вот, сейчас сейчас он подходит, и ты для него тревожишься аккордом. Правда? Причем не из-за того, что он будет или не будет так. Я не переживаю, что он там уйдет и не уйдет. Вот такая типичная нормальная штука, как раз кроме определенности. Скажу, что там будет, что будет, что будет понятно. Сейчас практик, который я даю, кому интересно можете поруглить, называется очень маленьким словом. Когнитивная переструктуризация. В чем суть? Так как тревога продаем настроиться на неопределенности. Самый первый шаг. Важно постараться самостоятельно, если не получается с чьей-то помощью, можно как-то друзьям пользоваться. Можно губарно пользоваться. А задавайте себе конкретики. А что именно мне страшно представляется в этой ситуации? Сначала какие-то любые варианты, потом какие-то вообще без разряда. что ему не понравится, что ему не понравится. Что значит, что ему не понравится? Как это будет выглядеть? Что он мне будет говорить? Он придет, нам приведет трех здоровых мужиков. Скажите, посмотрите, почему она не нравится, не будет. Или что-ли-что. Или еще можно задавать себе дальше опросы. И что-ли-что тогда. Потом Дима ушла, как раз. Она очень классно написала страшные картины, которые рисуются у нас в голове. Я часто рассказываю, но он абсолютно не эгоистичный, но это реальная цитата от книги. Когда каждый раз он продвигается и продвигается и объясняет, что такого будет. Там тоже была ситуация профессиональная. Окей. Ну и я. Что может быть страшного? Мы вам понравится работа со мной. Не закончат работать или не понравится. Окей. Что тогда? Но он не заплатит. И что? А он может быть еще на каком-нибудь расскажет, что я похож к пациентам, а мне больше не понравится. Хорошо. И таким образом мы нашли работу, чтобы в порядке человеку сам это был самый жал. Чтобы тот не будет денег. Придется сначала вернуться обратно к маме. А потом мамы сказали, что вот я же тебе говорила, не надо этим конкулевым дизайнерам идти. Надо было нормальную работу. В итоге у меня и мама выглядит. И жду я под мостом в битве с бомжами с этой человеком. Ну да, вот так или иначе, но все равно. Запасная работа, более специальная штука будет просмотров. Понятно, что сейчас выход все выпустил, да? И с собой. Но всегда есть такие вот большие страшные штуки, которые классно сабулируют. Уже на этом этапе, когда мы подбулируем, может очень ясно увидеть, что эти вещи в церкви не достичны. Кому-то хватает, действительно, просто с вами, а что нам страшно? Вот. Примудривание. И все. Достаточно. Это первое. Сибирь. 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 Если мы так формулировали, еще не получилось, что это какая-то фигня, то есть следующий вопрос самим себе. Какие у меня есть подтверждения и подтверждения того, что либо правда, либо не правда, насколько террористично, насколько террористично? Какие ваши отказательства на украину делаете? Это то, что вдруг такая ситуация уже происходила, если она прислала туда. Это подтверждение, что так может быть. Пришел человек, например, новый клиент, он похож на того третьего, визуально. Значит ситуация может повториться. Либо там вот клиент приходил с этой же фирмы, из этой сферы, и вот получилась фигня, и им сильно не нравится. И здесь важный, наверное, важнейший момент показания с этой партой, а не интерпретацией. То есть какой парт, да, вот, где ничего не получится? Во-первых, что дать ему ничего не получится, а допустим, что он заточен в финале по проекту. Если не нужно как-то еще прояснить, да, я отцениваю, что у меня клиент в этой фирме, из этой же сферы. И, допустим, где-то как-то есть. Ну, а это не может быть, допустим, идет новый клиент, и я подружу, а он мне не заплатит. Идеально приходится в том, что он мне не заплатит. Мы начали набрать справки о которых способность. Вот это идеально. Ну, может быть, это получается проект в реальности, как раз. Ну, то есть это факт. Это не факт, это тоже ничего. Следующее. Это надо на следующую штуку. Постилаю салонки, но он мне не заплатит. А с чего я называю? Что он мне заплатит? И служить в подтверждении. Ну, там, оправка или там, там, проект проверки. Какого-то родинка. Свою основу не надежно. Ну, да, это факт. Окей. Но у тебя с каждого из этих шагов появляется все больше и больше определенности. Не заходи на определенку, что он не заплатит. А он может не заплатить, потому что, окей, с этим можно работать. То есть какие есть заказательства, какие есть отображения. Клиент не заплатит. Ты набираешь факты. Почему он не может не заплатить. А потом ты тут же набираешь факты. Почему он тебе заплатит. И так? Уже, опять же, и уже на этом этапе тоже можно произвести, что что-то, маленькое выказательство того, что это истина, как-то не слабовано. И тоже постепенно рационально подключается и начинается хотя бы лактолог в Украине. Окей. Я все это набрал. Но я почему-то делаю вывод, что ну как-то вот я все еще тревожусь. Я думаю, что у меня немного статки модерности, что нужно с этой штукой делать. Если я считаю, что все-таки террористично, можно произвести это за нашим образом. Дальше, для избавления от Украины и природы снижения определенности очень классно. Хотя вопрос на словах, можно на бумаге, на контейне важно. Своей бабушечке, опять же, показать, что мы вообще на ситуацию можем влиять, мы можем контролировать. Она сама по себе происходит. Это как в каждом главе, и что-то со мной может случиться. Подсылается он. Окей. Допустим, есть серьезный шанс, что это такое страшное ужасное произойдет. Что я могу сейчас сделать? Заранее погубить. Насколько буквально. Чтобы минимизировать ряд наступлений, это страшно. Ты говори. Да. А звук просто какой-то? Глубокий. Глубокий очень. Так. Так. Когда у меня нет разницы между вторым и третьим пунктом. Что это факт, да? Или что я сделала. То есть я предприняла действия, да? Отключила факт. Нет. Нет. Это если у тебя будет действие, да? Я не знаю. Здесь ты ориентируешься по сути. Разница в чем? Здесь ты вспоминаешь там, где-то из своего опыта, либо из своей инкупации, там, либо еще из чего-то. Что является, пахнет. Какое-то. Какое опасение, что это разрушает. А уже после этого ты начинаешь реальное действие. Реально. Я подумал, что это раз немножко вперед. Забежал про эту штуку. Так как я. Много чего-то делать. Просто что у меня, понимаете, было, что это не для вкассы, значит, не надо. Появляю. Здесь ты и вполне как можно, и через все это будет. Ну, то есть по тому же самому клиенту, который вы как-то откуда я знаю, почему вам все будет. У меня сейчас статистика, как же ты проводил до этого три похожего человека, они были с такими форами. Я про этого не знаю, но чувствую, что это такое. Здесь почему важно, почему он написал, что это должны быть факты. Здесь есть большой риск всяких фрагнитивных искажений и интерпретаций. Из разряда вот этот чувак приехал с Кавказом. Знаю его в Кавказе. Я смотрел, ничего хорошего про них сказать не могу. И у меня включаются абсолютные галлюцинации по поводу того, что я человек делаю. Он мне кажется сразу ненадежным, опасным, страшным, а там какой-нибудь недрешательный в итоге. Мне все равно, что кажется страшным. То есть через факт надо и выбирать факты, потом опровержение и проверять, да? Ну, это у тебя происходит. Вот все возле шага, проверка, что это действительно факт, а не так, что это адвоксинация, раньше ты занимаешься. Нет, а вот этот вывод, ты сказал, да? А потом оказывается, что это не действие. Это вот на каком этапе происходит? Вот здесь осознание, о чем я. Когда ты работаешь с фактом, насколько это факт? А, у тебя факт. Как проверить, факт это или не факт? Факт это то, что можно пощупать, измерить, прочитать, увидеть свои глаза. Нет, ну а софт его глазами. И это контакт. У меня сразу рисуется картина, что это вот там… Да, это такой ненадежный, страшный, какой-то такой собой. Это то, что я еще должен о нем узнать, провернуть, что… и на каком моменте я прихожу к руку, что это хороший человек или плохой человек. Когда я в процессе, когда я все набираю, эти факты… Да, только то, что ты сейчас вычислял фактом, там было только то, что он карканится. И то, и факт. Да, и то, и факт. Все, что и звучит, когда ты сам понимаешь, что это оценка и комплектация, это вот окей, а с чего я это взял? То есть страшный – это не факт. Проверяешь, как бы это оценочное суждение, то есть это действительно или это так? Да. Опять же, страшно, что это значит. То есть каждый тезис, который там у нас есть, на руку начинает контролировать. У тебя это может быть много, может и мало. Кто очень тревожный по себе, там может быть огромная штука, которая, мне кажется, в парке, там все оказывается на неоценке. И надо оказывать тезис, как-то с ним работать. Ну, на это я не скажу, но если чуть-чуть разжирать тезис. То есть если я записался в список, значит, оно меня как бы волнует. Значит, не надо. Да. Все то, что… То есть вот сейчас, например, может какая-то ситуация, например, если что-то из себя изъехало, что им хотя бы пугает, хотя бы сейчас можно на уровне того, что опарка прикидается именно парками. Угу. Понятно. А потом какие-нибудь, типа, именно там парки делают. Понятно. Может оказаться дальше. В парках там нет. Если все-таки, да, в парке есть и есть вероятность того, что у граждан, на которой это случится, отвечаю все это вопрос, что я могу сделать сейчас. Есть у меня все цели для того, что я это делаю. Что я делаю? Например, если я знаю, что зимой, наверное, на улице или калашон-калюбе, то можно надеться. И чтобы уже окончательно создать на себя определенную безопасность, контролируемость ситуации, даже неприятно пугающим будущим, похожую к лукушечку, а последний шаг, конечно, подлинный, это если это все-таки произойдет неприятно, что я буду делать тогда, чтобы минимизировать потери и ущерб. И влево все работаю в себя. Учий в меня. Продолжение следует. 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 В целом очень сильно помогает замедлиться, производиться минимум на бумагу. В этом и фишка. В этом и фишка. Как меньше начинаешь? Когда я начинаю писать, у меня получается больше скрусированности. В любом случае рука, мысль. И уже за счет этого у меня получается немножко эволюционность мышления, особенно с самого запутывающего мышления, немножко остановить. Ну, хотя бы замедлить. Да. И самый главный шагер на земле. Пакт является, а пакт не меняется. И дальше подтверждение опровержения. И если это все-таки оказалось хористичным, что я могу сделать сейчас? А почему бы делать такое? Даже было такое забавное исследование. Что я не знаю. А цель, а цель, а цель, а цель, а цель, а цель. Как МРК получили стали выявляться. При помощи в широкой доступности. Я думаю, что на уровне физиологии мозга, интенсивность эмоций, снижалась к этому человеку, как и себе. Что на кибер, для чего он будет сейчас, для чего он идет. Создается религион, создаются ощущения композиции. И... Можешь пройти. Верните мне, да? Можешь. 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 Все, что основили, и они как-то так. Я смотрю, что просто постепенно начали... Это ми� bossboro совет. Не можем светить помочь себе burnedary, может. Нам-то не проверить, что перед семьей, с утра. Нам-то вам тоже... Давайте активнее дышать. А вот эта штука, горенько отчет. Да, да. Это или нет, давайте 25 лим dust. А 30 нажимать%. Давайте сделаем 27 концов, как бы стало 20, не знаю, 20. Еще чем-то напоминает алгоритм обработки рисков, например, информационной безопасности. Сначала идентифицируются активы, объекты, что с ними может случиться, вероятность этого, способ измерения, а потом второй пункт – это нейтрализация риска. Мне, в принципе, до этого, когда мне что-то тревожило, почти сразу переходило к третьему пункту, как вы думаете, что это не случилось? Да, только если каждый день в целом пункту может оказаться, что ты по поводу своей галлюцинации перебиваешь. Не, ну, вероятность, сначала я это все более-менее повероятностями раскидываю, более вероятные события и в первую очередь не привезут, а там уже по мере уменьшенной вероятности, уже тогда решились ваши проблемы, и эти сразу искать способ инвентаризации, рассчитать на то. То есть, кому знакомо массовые проекты, планирование, эти штуки обычно заходят вообще на уровень, то, слава богу, кажется, головой, и так же стоит на предоставлении. И когда там, например, бизнес люди строят, они тоже заранее в том, что есть функционные безопасности, другой безопасности, и так далее. И еще раз акцентирую, важно именно, чтобы итоговая какая-то, сборная часть того, что приводила, чтобы она была выяснена какой-то действий. Материал, пусть это на бумаге, пусть это на бумаге, пусть это на бумаге. Ладно, чтобы это не зафиксировалось, чтобы, опять-таки, оставалось галостью душу. И я об этом уже подумал-подумал, а я это уже зафиксировал, у меня есть еще есть план, чтобы это не оставалось, опять же, какой-то неслышанный человек, который будет возвращаться. Вообще, ну, универсальная практика по поводу любых высоких эмоций, особенно если там в поле, да, сложности со сном доходить, просто взять и вообще все выписывать. Есть отдельная практика. Когда сидишь, засекаешься двадцать минутами, сколько типановых стопа, четыре, вообще все выдержишь. С материном, без материном, с нормальной грамматикой ментуации, без нормальной, просто все, 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 все выписываешь. Нет никакой цели что-то решить, куда-то идти, просто будет не забываться. Он сильно помогает нам. Часто боятся, даже, тревожные люди, только товарищи, в том, что вы просто сумеете сделать. Про вот этой схемы, есть ли какие-то прямо сейчас вопросы, уточнения еще дополнительные? Ну, с первым, помню, сложно. Потому что вот эта ситуация, когда, ну, ты просто чувствуешь, тревожишься. По поводу чего, непонятно. Вроде все нормально. Все хорошо. Ничего вас не цепляет. В этой ситуации ты не можешь выглядеть. Но, ну, по ощущениям, что-то прям, что-то не то. Зажим какой-то. Да, возможно. Такое может быть, как раз сейчас вторая практика будет по телу. Интересное решение. Ну, вообще, я с самого начала упустил момент, какой убрал воруссор. Никто не отменял того, что у нас три года может быть чисто на родной биологии. То есть у меня начала, что-то там, гачить щитовик, он тебя трогал, гормончик, зашкалил, и я не понимаю, почему я тревожусь, но я тревожусь. Поэтому одна из первых рекомендаций, особенно для новых клиентов, которые я ей пока не имею в силу, кого я знаю, даю, если тревожим, какая-то большая антибиотия, а вы анализите. Дайте, пожалуйста. По поводу приходите. Ну, если были там бонус 4, то там, сколько я знаю, там, тревога не всегда там… Нет, конечно, не всегда. Ну, я не знаю, что это можно в основном, не говоря, он не всегда по поводу, или на больше противописимых стенах, мне кажется. Правопатрессив. Да. Да. То есть, оно может быть, там, если зашкалил повышенный, то это будет такой постоянный погон, если сниженный, там, несколько или 4, то будет апатичное, раздавленное состояние какое-то укресенье. Поэтому биологии, например, миологии, конечно, товарищи, кто считает, все понимает, где за чем. Разберусь. Но я не знаю, что они снижающие. Полный советую. То есть, я имею в виду, что гормоны, вот, все вот такие, тоже как факты. Тоже обязательные. Обязательно как факты. Эти гормоны могут, они 100% добавляются. Как можно ющик, это тоже биология. На них стоит обратить особое внимание, если ты понимаешь, что ты уже, как бы, ну, все, вот, сам на себя попробовал тебе помочь, отцеловать. Ну, как вот Света сказал, вообще не бывает. Если, например, это состояние новостепильное, продолжается на протяжении обхода в йогу. Два месяца. Я бы ориентировался от двух месяцев. Если два месяца у меня хроническое, тревогное состояние, 100% стоит сходить. Конкретно. 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 Знаете? Хотя вот эти базовые. Потом уже, если что-то. Мажоро-тременный щитовид? Да. Если не бугает, можно пройти в параллель с того, к нам на повышевую, чтобы более подробно рассказать буду. Если бугает, хотя бы это кринолог. Но все равно, когда субъективно скажешь. Ну, не знаю, как, что вы видите. Ответи, что вы видите. Ну, например, вот опишите тот состояние, которое должно Тревога. Как для тебя субъективно ощущается тревога, если ты понимаешь, что ты утром просыпаешься с тревогой, весь день ходишь с тревогой, вечером у тебя усиливается чаще всего, вечером усиливается тревога еще больше и у тебя продолжается 2 месяца, 24 на 7. Если ты, например, ощущаешь это впервые и ты не знаешь свой максимум по этому состоянию, как ты можешь свои рамки... Если впервые, то значит, что-то ситуативное. Точно почуешь в течение 2 месяцев, если у тебя будет сопряжение. Если он у тебя едет. Ну, не обязательно ждать. То есть, он мне сразу проедет. Например, у меня сейчас ребенку 4 года. В садик мы должны были пойти в 3 года, и надо было это делать. Но я как мама ответственная, все проблемы из детства. У меня ребенок пришел, 2 недели я сидела за головой группы, и он меня не отпускал, допустим. Я сказала, а давай, раз ты мальчик, все мальчики хуже адаптируются, давай-то дома посидим. Ну, соответственно, я все равно работала в этот момент. И одна бабушка, вторая бабушка, третья бабушка. Хорошо, что и были. А если бы не было, то я бы не поступила так, как поступали все мамы. Дали руки, закрыли дверь, ушли. Платали, не платили. Ну, ребенок их накладал, а мама, и не на все по-разному. Кто-то платил, кто-то по-другому никак-то поехал на работу. Соответственно, он как ходит, я понимаю, но я же это взлетала за ним, да? То есть он угнетенный приходил домой, то он такой жильщик, а потом угнетенный приходил домой, он сидел и все, и надо смотреть в одну точку. Из-за этого я сделала вид, что ребенка поломается ему, я просто, короче, кидала. Приходим 4 года. К этому случилось, допустим, в сентябре. И ситуация, я вижу, оснасление совершенно другое. Но я же не знаю, возможно, с его стороны какой-то будет шантаж, но он опять же не побежал и не стал играть. Там все спокойно. Это все опять через слезы. Слушай, Соня, у нас превью. У меня на какие случаи, с какими простройками вместе с ребенком, какими семейными, даже детскому психологу? Там у нас в саду есть психолог, который общается со мной, общается с ним. Мама говорит, что у него их скучные. Ну, все ответственно. Здесь вот у меня тревога. Рада обращаться к тому, что тревога. Я думаю, что с сентября прошло уже сколько месяцев. А у нас ситуация никак не налаживается. Потому что походили 4 дня, 5 дней походили в первый раз. Заболели на полтора месяца. Потом опять пришли. Один день сходили ночью просыпать. У меня порло бы опять кто-то. Слушай, я тебя перенесу, потому что я приближусь. Ты сейчас можешь... Скажите, я понимаю, как его тебе нужно выяснить. Так, я позволю себе, как Миша Лаконский, объективно показать, что конкретно ИТУ мешает нормальной себя. Для этого нужен специалист, которым мы вместе. И одной консистенции не хватает. Найти человека, в школу, где интервект, который он проводил, где-то 4 года. И вместе пойти. Он был разговаривать с тобой. Было два армия специалиста. Было. Пока не помогали. Не помогали. Чего? Мне один специалист сказал, что у вас только тесное сердце. Ребенка унижает. Возможно переступить право начать коммуницировать. Это какой-то инструмент. То есть, у вас нельзя было угощение, пришли с угощением. Не помогать. Значит, уже все. Значит, не тебе с ребенком, а тебе отдельно. И все. И со своей кушечкой. Ну, правда. Тут очень много интеллектуальных штуками. Сейчас можно разбираться от себя в системе и все прочее. То есть, ну, никто не отмечал того, что ты как мама, мам, мам, баб, баб. Что с ним происходит. И наставляется на ночь. И что я делаю? Мой людьми саматиками создал. Пока не продолжают. Угу. 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 Ну, с подобными ситуациями не работает. Совсем соглашаем работу, с подобными. Угу. Но, в целом, то, что так и совершено, он не правил. Именно. А если он начинает себя вести по-другому, и чего начинает себя вести по-другому, тревога родителей проходит во-первых, то, что вы делаете? С одной стороны, я не погружаюсь в процесс, я могу отступить и посмотреть на меня, на него. Я могу это сделать. И потом, ну, естественно, это такой классный опыт, который я приобретаю. То есть, это та сказка, которую я строю сама. Это мне доставляет удовольствие, но в то же время в какие-то моменты мешает. Ну, я уверяю, что это не проблема. Понимаю. Что вы сейчас не перешли на дизайн-инцитирование? Нет. То есть, да, да. То есть, ну, здесь у вас вместе какие-то, да, за получение, по-другому, я не знаю, чтобы идти и посмотреть. Потому что с самого начала говорили о том, что кто-то может не захотеть, чтобы рассказывать своё личное. Я не хочу сказать своё личное. Помощь другим возможно. Только то, чтобы время обобщать. Тут рекомендации, правда, очень простая. Это яблоко за рамки. Даша, снимайте. Сидеть, разбирать, выписывать. По пенсии. Сколько? Ну, отлично, Даша. Интересную практику сделает. Так, мы тогда сделаем интересную практику, и потом на кухне. Куда она будет идти? Скажите, у вас какие-то причины? Ну, не надо учиться. Ну, в основном, практика интересная. А где здесь такой шутбук, который называется Mindfulness? Который ты бы сказал на кухне? Ну, практика. На кухне все есть какие-то кухне. А можно по-русски сказать? Mindfulness? Да, я сейчас что-то запишу. Он, наверное, на кухне. По-русски его у нас называют почему-то практикой осознанности. Но это не совсем грамотно. Грамотно сказать в практике внимательности. А если с точки зрения музыка, она, надо сказать, практики направления и променения внимания. что-то не будет. Что-то я взял. Что-то я взял. Что-то я взял. Так как в самом начале, потому что мы отсюда. Тревога рождается на основном, что мы в текущей ситуации куда-то летели. У нас когда есть мысли, у нас есть телесные ощущения. Все для нас накрыло. То их, в этих правах, много. Но самое важное называется сканирование тела. Что нам помогает делать? Самый простой способ применять в текущий момент – это применять ощущения тела. Часто мы привлекаемся, мы питаем и все прочее. Почему, например, какой-то универсальный способ, даже, как я писал в начале, демонстрировал, что мы делаем тогда. Плохо тревожимся, мы как-то стараемся. То есть, ярко обменяем. Или кого-то, если о том, то тоже всегда позабыть и свободно, стараемся обменяем. Чтобы больше ощущений тела появилось. И, матерно, не очень профессиональное, психологическое слово «заземенение». Поэтому сейчас сделаем практику, которую мы можем делать. В принципе, и у себя. И, по опыту Армада Вика, и бабушки, в 18 лет, и девочки нам засыпали. Можно делать открытыми глазами, но сейчас предлагаю посмотреть, когда открыть. Обещаю, что учебу с канавы с канавы. У меня есть бабушек. И на луку писали. Гриня записи ведется, так что не переживайте. А я потом не написал. Что делать? Закрыть глаза. Закрыть глаза. Закрыть глаза. Сядьте. Насколько удобно. Насколько комфортно. Желательно, чтобы ноги не скрещивали. И поставили все побольше на луке. И начать просто с того, что подбегаете за ощущениями дыхания. У вас нет цели как-то специально поменяя дыхание. Создали. И начать уже. Грунка, изучающая. Это типо медитации? Это типо медитации, да. Только без клёровой стройки духовных, религиозных, что-то еще. Создали. 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 И просто отбираете за ощущениями в этом месте, где нам прочее чувствуют дыхание. Вы помните описание для себя качества, характеристики ощущения, когда я чувствую, например, в груди ощущения в руке, как чувствую себя в крови, как чувствую себя Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Здравствуйте. Вообще практика это делается по классике. Представьте сроками. Подробно надели пальцы, надели на пальцы. В целом в таком формате вы живете? Живой, здоровой? Умер вдвоем. Три раза. Три раза. Три раза. Тяжело слушать. Если пальчик вздыхания начинает кружиться. Не надо было. Если сидеть здесь, не надо. Дальше как бы. Не было. Это такая штука. Возможно, появились в таком формате. Я не знаю. Я не знаю. В тишине нормально. Когда головы начинают. Глаза не открыла. Нет. Бывают разные. Бывает, что начинает болеть. Что-то начинает. Да. У меня почти все болеет. Правда. У тебя обычно кто-то включается. Тот, кто-то. У нас не приятные ощущения. Если они неудобны. Да. Здесь... Красово. Да. Здесь тело не так и не мерчится. Что-то еще неприятно ощущается. Ну, опять, ты можешь. Ты прям сейчас, пока я еще выполняю, заканчиваю. И в целом. Одна из вариаций продолжения этой практики, это вот если я нашел что-то, беспокойся мне в теле. Продолжать дышать и наблюдать за вот этим ощущением бескомфорта. Наши тело неудобны с ситуацией. Да. То есть, когда просто в инферсальной комбинации подложить это наблюдать, оно начинает чисто физически. Ощущение в себе. Пратраса, санцепотеки. А про то, что часто бывает такое ощущение дискомфорта неприятное, про то, что ты описал. Что-то болит, что-то зажало. Это как раз о том, что, скорее всего, это дискомфорт. Но, когда мы будем до этого, мы обычно не замечаем. Обратили внимание на тело и, наконец-то, запретили. Да, это вот такое форма, что, например, сидишь на стуле, ты же не замечаешь, что ты сидишь. Когда я тебе скажу, что ты сидишь, прищешь, что у тебя стул на бедра, то ты сразу прищешься. Да. Я там, в общем, кстати, рекомендую, что вы на этом. А в аккурат, что-то, как-то, где лёжа волнует? Нет, вот так же сильно. То есть, наоборот, лёжа, если делать лёжа, в течение трёх минут. У меня YouTube, по-моему, с фуни, я так... Да, нет, они с музыкой, там ещё... Я кое-кей засыпаю, и я вообще лапутика не занимаюсь. Да-да-да. Единственное, что мне очень нравится, потому что мы пока не можем, мы ещё в каждом видео, мы не будем получать за весь YouTube. Там часто идёт добавление, там, всяких визуальных образов. То есть, да, что-то золотой сфере, проходит, и так далее. Вот эти визуализации, они не очень классные. Я больше за феноменологию, чтобы описывать, а как вам выяснить, как она ощущается, что она была более чистой, и реально всё спущённой? Можно спросить. Да? А когда уже, ну, типа, стадия депрессии, ты пропустили, знаешь, сигналы какие-то, когда-то была тревога, если не было, то есть, можно ли сказать, что там тревога, там, скрытые процессы, или ещё что-то? Ну, тревога и депрессия, где вообще? Слушай, то есть, например, нет. Во-первых, при депрессии вполне себе может быть тревога. Да. Ну, можно ли? И одним из симптомов депрессии может быть тревога более интенсивная, чем обычно. Угу. При депрессии есть такая-то общепопулярное заглушивание, что депрессия… Апатия. Это апатия, какая-то, да, что при депрессии может быть пипец какая-то тревога, раздражительность на всех, когда вы видите, когда любую музыку, которая скучается. И это тоже, по-моему, сильно депрессия. А так, что тревога перерастла в депрессию, маловероятно, скорее, она может перерасти в хроническую тревогу, да. Тревога, стревога, 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 что-то не делал. А скорее такое тревожное устройство, а то, что похоже на депрессию, такое выбирание психо-национальной истощимы. Поэтому часто даже подлезли к психологу. А вот там реальность? Да, но, опять же, там куча реальность. Короче, сейчас попытаюсь коротко описать, чтобы понимать, насколько медицина до сих пор пытается подобрать слова и катерии, которые сейчас могли КВ-1 пытаются сделать, ДСР 5, как американские классификаторы сделали. Там идут уже 5-й год дикие споры о том, что включать в депрессивное устройство, как их разграничить, как разграничить тревожное устройство. Поэтому я, скорее, несколько, два ценных предлагал бы ориентироваться не на какие-то описанные критерии, а на диалог со специалистом или объяснение конкретно вашей ситуации, что у них там появляется, чтобы совмести это с тем, как у вас обычно было. Т.е. если я знаю про себя, что я тревожный чувак, если бы я просто ничего не знаю, не понимаю, пришел к человеку, который тоже ничего не знает, не понимает, как выбрать свои собравные контакты, свободный пострадок, который расстройств. Сбираюсь 99,99. Ну, я про себя знаю, что у меня расстройство, у меня просто такая такая система исходя из того, чего нет. А вот если видите сосудистые стадии, да, например, это можно при этом стоять тревожить, если это сосудистые стадии? Ну, слушай, во-первых, исходистые стадии – это только на территории СМГ распространенные диагнозы. Я знаю, мне тоже. Я верю. Но этот диагноз, как в Средневековье про всю говорили, что на Сирис, потому что мы знаем ничего другого, также про многое у нас говорили про исходистые стадии. Это когда вы врачи говорили, что у тебя там что-то экстренная система и что-то как-то там, обращение, что-то не то. И как там, что у них происходит? И где-то на зависимости от стадии. Там есть разные диагнозы, восстановленные аптеческие синдромы, разные другие. Это как комплекс, что и физическими наносим. Это уже получается, что именно физическая такая ключи, а вы тревожите. И и с этим будем чем-то делать. Сталil сможет. Даже слились, не можно. Вот например, сейчас мы сделали такую практику, у него есть, где там, будет подиаканский индон, или можно просто через тело то, как-то, право да то. Интересно. Да, но я имею в виду, что психолог тогда не имеет право встать. Всего же сидеть, когда-то, чтобы и... Нет, психолог вообще не имеет право встать в диагнозе, или на них не станет. Он может себе предполагать. Давайте мы с вами оточним, проверим еще у врачей других, но в любом случае у психологи отработают параллельным на следующем врачом. Верующий врач занимается чистой тем, психолог занимается тем, как влияет на национально-политическое. Как часто в нашей практике причины, где можно исключить об этом, оказывается, на 4-е? Были случаи? Были случаи, не то чтобы очень часто, но в прошлом году было два клиента, где тут же на первой сессии подробно спросили, что она, когда она запекает какие-то врачи, сказал сначала, уходи по данному для анализа, и по обоих подтвердили, что это чистый щитовик, она забралась с ней, и в течение двух двух дней она никогда не будет нашел. Уже все психологи по анализу. Я бы не сказал, что релевантный выбор все-таки в среднем по миру за 2016 год и статистика, что около 27-28 процентов целиком в ходе, когда физиологическая основа, и что даже не нужно физиологическое что-то делать, я просто могу нападить. И делаю. Сколько у нас еще? Примечки есть вопросы? На соседях. Минус 15. Минус 15, да, извиняюсь. Ну что, тогда один простой короткий вопрос. Максимум куча от этих торговец не было. Скажите, что ценного, важного, интересного для себя взяли? Есть такое решение? Все, молодец. Но я для себя все зафиксировал. То есть, проводить тревожность. Больше мне помогло детская практика. Работать с алгоритмом. Потому что так оно вроде и на автомате. А вот когда вот детская практика я там была, я вот как-то делал, как-то делал. Я вот здесь чуть-чуть буду ее вспоминать и делать. Причем ее можно делать? И на ходу, и вот по встрече с кленом. Ну, то есть, это, конечно, не знаю. Просто так, раз, раз. Он сразу подосознал свои теории. Подоспокрылся. Ну, подоспокрылся. Ну, подоспокрылся, да? Не, сейчас. Сейчас он закончил. Да. Может, спрашивать, спрашивали. Контакты. Мне алгоритм тоже понравилось, что нужно создать документы. Там подробно все проблемы, но они составят вот эти вот большинства. Мы составим алгоритм. И так, где останется? Что это будет? Спасибо. Ну, все, как я и обещал. Будут человек, как у нас. Остальные. Будут лично высказывать. Ну, так как у нас, скорее всего, в ближайшем году будет контактов. То есть, все кто, вот контакт. Пусть у меня были варианты учения. Можно фидбэк, вопросы написать. Коронисты, помudите, им по поводу pins. И вот так вот контакт.